Привет, друзья! Я провел эксперимент, который вы точно не будете проводить. Эксперимент связан с перезаливами видеороликов в надежде набрать еще больше просмотров. Берем канал, у которого 12 миллионов просмотров в месяц. Берем видеоролики, которые набирают сейчас жирные просмотры. Удаляем эти видеоролики и заливаем заново. Что же будет происходить? Делайте ваши ставки. Можете уже сейчас поставить видос на паузу и написать в комментариях, как вы думаете, если мы перезальем эти видеоролики, которые сейчас набирают отличные просмотры, например, из поиска или из рекомендованного контента или из главной страницы, восстановят ли они свой трафик или они просядут жестко или наоборот взлетят в небеса и будут набирать еще больше просмотров? Написали коммент? А теперь давайте смотреть на те кейсы, которые происходили и что случалось. Итак, ролик номер один. Этот ролик мы удаляем и, соответственно, с момента публикации за чуть больше месяца он набрал 727 тысяч просмотров. Отличный ролик, у которого половина трафика из поиска, половина трафика с главной страницы YouTube. И сейчас в режиме реального времени этот ролик набирает 10 тысяч просмотров за 48 часов. То есть ролик живой, у него хороший трафик. И дальше давайте посмотрим на его удержание. 10 минут средний просмотр этого видеоролика. И совокупно его посмотрели на 11, почти на 12 тысяч часов. Вот такой видеоролик мы будем удалять. И в структуре трафика давайте еще обратим внимание. 5 миллионов показов. CTR 11,3%. Вот вся структура трафика, она открыта. Вы ее видите, она вам доступна. И постоянные зрители, новые зрители, вот так они смотрели. Ролик, кстати, привлек почти полторы тысячи подписчиков на канал. Итак, мы удалили этот видеоролик. Мы подождали, пока пройдет время для того, чтобы новый ролик, который был перезалит, с теми же самыми метаданами, с той же самой картинкой, значком. Все то же самое, только мы залили ролик заново. Тот же самый видеоролик. И посмотрели, что же будет с ним происходить. Вот какую картину мы видим. Этот видеоролик был перезалит, ну, чуть больше, там, примерно сутки назад. И сейчас в режиме реального времени он набирает 2500 просмотров за 60 минут. Трафик идет у нас через функции выбора контента, через главную страницу. Эффективность ролика такая же, как и других роликов на канале. Хотя в это время большая часть вашей аудитории не активна. Залили, кстати, в то же время, что и прошлый ролик для того, ну, время суток, я имею в виду, для того, чтобы соблюсти принципы эксперимента. И ролик набрал 19 тысяч просмотров, привлек 23 подписчика. И мы видим по графику, что, в общем-то, он подтягивается к неким средним значениям, хотя просадочка, конечно, есть. Почему происходит просадка? Об этом чуть позже вы будете знать эту причину и сделаете однозначный вывод. Поэтому досмотрите до конца. Это вывод, который может стоить судьбы вашего канала. И что же, мы подождали еще некоторое время. Мы посмотрели, что будет происходить. Прошло еще примерно сколько там? Еще две недели прошло с этого момента. Число просмотров увеличилось на 56%. Видео смотрит больше постоянных зрителей. Поэтому оно чаще показывается в разделах с рекомендациями на YouTube. 10 тысяч просмотров за 48 часов. Йо-хоу! Отличный результат. Функции выбора контента. 77% трафика идет с главной страницы YouTube. То есть мы достигли отличных показателей. И ролик набирает столько же, сколько он набрал до удаления. И мы можем видеть, что за эти две недели видеоролик набрал 202 тысячи просмотров. Напомню, что до удаления этот видеоролик набрал порядка 700 тысяч. И вот еще 200 тысяч новых просмотров и плюс 300 подписчиков. Конечно, если бы мы не удаляли этот ролик, а оставили его, он продолжал бы с таким же темпом набирать. Он привлек бы больше аудитории. Но мы-то проводим эксперимент для того, чтобы вы знали, что будет происходить. Поэтому уже сейчас поставьте лайк этому видеоролику. И дальше мы будем раскрывать, что стало с другими роликами. И что произошло дальше со всем каналом. Давайте посмотрим другие показатели аналитики. Вот у нас, собственно, на начальный момент и на момент спустя время показывают, как они росли в динамике. Первый график – это за первые сутки перезалива видеоролика. Второй график – это за две недели перезалива видеоролика. Мы видим, что CTR находится примерно на тех же значениях. Он даже чуточку повыше. В начале публикации 14%, потом 12,7%. Ну, собственно, просмотры вы видите. Уникальных зрителей вы видите тоже. И теперь мы перейдем ко второму кейсу. И вы увидите дичайший контраст. Вот видеоролик. Следующий видеоролик, который мы будем удалять. Он набрал 816 тысяч просмотров за примерно месяц с момента публикации. Он привлек 1600 подписчиков. И в текущий момент в режиме реального времени он набирает почти 16 тысяч просмотров за 48 часов. Основная часть трафика идет по системе рекомендаций. Пополам они распределились. Это рекомендуемое видео и главная страница YouTube. То есть поиск здесь не сыграл. Ну и там после перезалива поиск, кстати, тоже не сыграл. Выдача перемешалась. Обратили, надеюсь, на это внимание. И здесь 6 миллионов показов, 10% CTR, 600 тысяч уникальных зрителей. Что мы делаем? Мы смотрим еще на статистику постоянных зрителей и смотрим на показатели удержания аудитории. Среднее время просмотра такое же, там почти 14 минут. Ну и постоянная новая аудитория распределяется вот как на картинке выше. Удаляем этот видеоролик. Заливаем заново. И смотрим, что будет происходить. Вот мы залили этот видеоролик заново. То же самое время, с теми же самыми метаданами, с тем же самым значком. И мы видим, что у перезалитого ролика на 32% меньше просмотров. По итогам двух недель сразу я вам показываю данные, чем обычно бывает у ваших роликов. Одна из причин, и ключевая причина в том, что данный видеоролик реже смотрят постоянные зрители. О да, это действительно проблема. Структура трафика правильная. Она не сильно поменялась. Это функции выбора контента и рекомендованные видео. Ну и у ролика было 540 тысяч показов. CTR, кстати, стал пониже. 8,4%. Но ключевая причина проблемы в том, что YouTube не дает показы этому ролику. Потому что постоянные зрители не смотрят этот перезалив. Им это уже не интересно. Они его уже посмотрели. И, соответственно, YouTube не дает новые показы. Вследствие этого ролик демонстрирует намного более низкую производительность. И, тем не менее, он привлек 89 подписчиков на канал. Набрал 60 тысяч просмотров. Что, кстати, ниже среднего значения по каналу довольно ощутимо. Вы видите синий график. Это данный ролик. Серый график на фоне вверху. Это средняя статистика по всем заливаемым на канал роликам за последние 30 дней. Что у нас в плане времени просмотра? Значения такие же 12,5 минут. И мы видим некий пик активности постоянной аудитории. Потом этот пик пошел на спад резко. И постоянная аудитория больше не вовлекалась в просмотр. Поэтому YouTube не дал этому ролику новую аудиторию. Для сравнения, если мы отлистаем на аналитику исходного видеоролика, мы увидим там вполне другую картину. Постоянные зрители там были активны несколько дней. И на второй-третий день активности YouTube дал мощный пик новой аудитории данному видеоролику. Таким образом, расширив его аудиторию и добавив ему существенное количество показов. А здесь же у нас небольшой пик постоянных зрителей и нет привлечения новых зрителей. Если бы пик постоянных зрителей продержался еще хотя бы день, мы бы увидели, что подтягивались бы и новые зрители YouTube давал бы больше показов такому видеоролику. Идем дальше. Кейс номер три. И здесь мы берем видеоролик, у которого 1 миллион 300 тысяч просмотров за последние, в общем-то, 36 дней. То есть месяц назад опубликован ролик. У него 1 миллион 300 просмотров. У него замечательная структура источников трафика. 53% трафика. Это рекомендованное видео. И, собственно, сейчас, в текущий момент, он набирает 26,5 тысяч просмотров за последние 48 часов. То есть хороший такой прирост. Он уже привлек 3 тысячи подписчиков. И у него почти 12 миллионов показов. CTR пониже, потому что охваты пошире. 8%. Ну, нормальный CTR здесь, думаю, никто спорить не будет. Вот у нас удержание аудитории на этом ролике. 16, почти 17 минут. Вот у нас типичная картина. Когда на ролике несколько дней видим хорошую, высокую активность постоянных зрителей. Вот, видите, на нижнем графике высокая активность постоянных зрителей. YouTube спустя пару дней дает мощный пик новых зрителей. YouTube расширяет показы. И ролик начинает набирать больше. Вы уже поняли эту логику. Из этих кейсов вы смогли это распознать. Потому что сейчас на перезаливе, на контрасте, вы будете видеть всю ситуацию целиком. Это позволит вам сделать однозначные выводы. Запомните эту картинку, этот скриншот. И мы перезаливаем этот видеоролик. И что вы думаете? Что мы увидим по итогам? Давайте я не буду томить вас ожиданием. Я покажу вам скриншот. Вот результаты. У этого ролика перезалитого на 80% меньше просмотров, чем обычно бывает у ваших роликов. Одна из причин. Им меньше интересуются постоянные зрители. 13 тысяч просмотров за две недели. 13 тысяч 800. 345 просмотров за 48 часов. Это фиаско. Это провал. Да, ролик привлек 14 подписчиков. Но это ни о чем. CTR. Те же самые 8%. Ничего не поменялось. Но показы. Показы. Это смешные 120 тысяч показов. Для сравнения, если мы отлистаем назад. Там было 12 миллионов показов. Здесь 120 тысяч. В 10. В 100 раз меньше показов. В 100 раз меньше показов, чем у того ролика. И результат уже не миллион 300, а 13 тысяч просмотров. Потому что YouTube лишил ролик показов. Почему YouTube лишил ролик показов? Потому что постоянные зрители не интересуются этим роликом. И теперь вы уже знаете, какую картинку можно ожидать касательно активности постоянных зрителей. Вот можете на это посмотреть. Нижний график, собственно, он наиболее информативен. Единичный пик активности постоянных зрителей, который потом сходит на нет. И YouTube не дает показы. YouTube не подключает новую аудиторию. Вот так это работает. И теперь вы знаете причинно-следственные связи. Теперь вы можете в вашей аналитике читать перспективы видеоролика. И понимать, что ожидает этот видеоролик. И осознавать, что неактивная аудитория, неактивная постоянная аудитория вашего канала, и не обязательно это подписчики. Это именно постоянные зрители, которые с подпиской или без подписки приходят и обычно смотрят ваши видеоролики, которые интересуются вашей тематикой. То есть, давайте еще раз, на всякий случай, сейчас мы перейдем к выводам. Это, наверное, самая важная часть. А пока еще были и другие эксперименты. То есть, это не три кейса, на основании которых выводы. Там еще вот другие видеоролики тоже были. Я для примера еще вам там один скинул скриншот. На самом деле, мы так перезалили несколько десятков видеороликов. Мы нанесли существенный вред каналу. Мы потеряли кучу денег. И все это ради того, чтобы посмотреть на ситуацию, оценить картину происходящего. Так вот, теперь мы переходим к выводам. Что определяет, сколько YouTube будет давать показов на ваши видеоролики? Активность постоянных зрителей. Кто такие постоянные зрители? Это не подписчики, точнее, не только подписчики. Это аудитория, которая на регулярной основе, с подпиской или без подписки, смотрит ваши видеоролики в обычном состоянии. Так вот, если эти зрители отлично принимают новый видеоролик, который вышел на вашем канале, они его смотрят, демонстрируют хорошее удержание, досматривают этот видеоролик, и активность сохраняется на протяжении более чем одного дня, YouTube даст такому видеоролику больше показов. Этот видеоролик при прочих равных будет продемонстрирован большему количеству людей и, соответственно, получит больше просмотров. Потому что мы увидели уже на всех этих картинках очень важную закономерность. Если активность постоянных зрителей достаточно протяженная по времени, то тогда ваш ролик будет набирать больше просмотров. Мы видим до и после то, что все параметры сходные, в общем-то, CTR такой же, удержание аудитории такой же, там все остальные метаданные, значки, все остальное, все такое же. Единственное отличие – это активность постоянной аудитории. И только она определяет показы вашего видеоролика. Чем больше показов, тем больше будет просмотров. Потому что если показов было 100 тысяч, и у вас CTR 10%, на ролике будет 10 тысяч просмотров. А если показов миллион и CTR те же самые 10%, на ролике будет 100 тысяч просмотров. Именно так это работает. Поэтому нам очень важно работать над тем, чтобы удерживать постоянную аудиторию. И у нас есть отличные кейсы по удержанию постоянной аудитории, по наращиванию постоянной аудитории. И даже такие кейсы, когда мы выводим из состояния полнейшей стагнации каналы, на которых много неактивных подписчиков, но обширная тематика. Например, какой-нибудь DIY или кулинарные каналы, у которых было по 5 тысяч просмотров, при том, что миллион подписчиков на канале, мы такие каналы выводим. И все эти вопросы обсуждаются в нашем закрытом чате по ссылочке в описании. Там авторы каналов миллионников. И вместе мы обмениваемся кейсами информации, делимся своими находками, проводим эксперименты, обсуждаем разные ситуации. И я очень признателен каждому участнику этого закрытого чата за то, что все вносят активный вклад в развитие нашего сообщества ютюберов. Поэтому присоединяйтесь, если вы еще не там, а если там, читайте свежие кейсы и делитесь своими историями с вашими каналами, с длинными видеороликами или с шортс. И я надеюсь, уважаемые зрители, что эта информация была для вас наиболее наглядной и полезной, потому что она действительно дает новое понимание и новое прочтение того, как YouTube определяет, кому и сколько дать просмотров. Я надеюсь, что было наглядно. Если да, то напишите об этом в комментариях. И уже подробности будем обсуждать в нашем закрытом чате. А я прощаюсь с вами до следующего видеоролика, который даст вам еще полезную информацию касательно развития ваших проектов на YouTube. Пока!